Здравствуйте! Это «Суть дела». Со времени глобального финансового кризиса прошло 8 лет. А долги глобальной экономики достигли беспрецедентного уровня. Бьет тревогу Международный валютный фонд. Правительство, домашнее хозяйство и компании погрязли в 152 триллионных долгах. Долг нефинансового сектора глобальной экономики вырос от начала столетия почти в два раза и продолжает расти. Современный уровень долга соответствует рекордной цифре – 225% глобального валового продукта. МВФ подчеркивает, что около 2-3 этой цифры – это долги частного сектора. Остальное – публичный долг, который в прошлом году составлял 85% глобального валового продукта. Еще год назад он не превышал и 70% ГВП. Медленный рост мировой экономики делает выплату долга все более трудной. Это ведет к созданию замкнутого круга, в котором низкий рост затрудняет привлечение заемных средств, а растущий долг еще более замедляет рост экономики. Чрезмерное отягощение долгами частного сектора – это главное препятствие на пути глобального оживления экономики и угроза для финансовой стабильности. «История научила нас, что очень легко пренебрегать риском частных долгов во времена роста», – говорит Витер Гаспар, финансовый директор МВФ. «Огромная задолженность сильно осложняет задачи политиков, которые с целью роста экономики обращаются к налоговым рычагам. Центробанки в то же время имеют все меньше возможностей для стимулирования национальных экономик. По мнению МВФ, большая часть растущих сегодня долгов происходит со времен кредитного бума, родом из предкризисного 2008 года. Зачастую долги домашних хозяйств и компаний продолжали расти, несмотря на финансовые трудности. Токсичные долги в последнее время перевестились в правительственные балансы. Низкие процентные ставки способствовали росту корпоративного долга на развивающихся рынках. Уровень закредитованности в частном секторе оказался почти одинаково высоким в развитых и развивающихся странах, таких как Китай и Бразилия, которые имеют стратегическое значение для глобальной финансовой системы. Экономисты пока не в состоянии рассчитать конкретный уровень закредитованности по отношению к уровню производства, который следует признать угрожающим. Однако МВФ предупреждает, что финансовые кризисы часто связаны с чрезмерной закредитованностью частного сектора. Более того, исследования показывают, что если даже кризиса удается избежать, высокий уровень долгов неизбежно душит экономический рост. Компании, откладывающие выплату долгов, становятся очень чувствительными к различного рода потрясениям на рынках, а это, в свою очередь, увеличивает риски роста кредитной задолженности. МВФ предупреждает, что ослабленные экономики с нестабильными банковскими системами должны избегать заострения налоговой политики. Правительства могут, однако, ускорять добровольную реструктуризацию частных долгов, используя такие средства, как субсидирование кредитов, либо их пролонгацию. Особую тревогу МВФ вызывает ситуация с долгами в Китае. По прогнозам Международного валютного фонда, глобальный экономический рост замедлится до 3,1% в нынешнем году, с 3,2% в прошлом, но ускорится до 3,4% в 2017 году. Дополнительные проблемы мировой экономики принесли выход Великобритании из ЕС и торможение роста в экономике США. МВФ считает, что ВВП США вырастет на 1,6% в 2016 году и на 2,2% в 2017 году, то есть, соответственно, меньше на 0,6% и на 0,3% июльского прогноза. ВВП Великобритании по тем же прогнозам вырастет на 1,8% в нынешнем и на 1,1% в будущем году, что тоже ниже июльского прогноза. Прогноз для зоны евро, наоборот, улучшился, соответственно, до 1,7% в 2016 и 1,5% в 2017 года. Для Китая прогноз МВФ стабилен. 6,6% роста в нынешнем и 6,2% в будущем году. Нетрудно догадаться, что это означает для России. Согласно данным Центробанка, на 1 января 2015 года, внешний долг России составляет 599 миллиардов долларов. Это не государственный долг, а долг корпоративный. При этом около половины внешнего корпоративного долга приходится на компании, попавшие под санкции. А это означает, что в условиях закрытия внешних рынков рефинансированием долгов займется Центробанк, пуская в дело Международные резервы. Открытость нашей экономики сделала ее заложницей глобализации. И это вовсе не говорит о каких-то ошибках наших экономических властей. Это просто данность. Надо четко понимать, что в довершении к нашим внутренним проблемам мы находимся в зависимости от глобальных трендов. А они выглядят сегодня не очень оптимистично. Это была суть дела. Всего вам доброго. Надеюсь, увидимся.